хлебнут качество от застройщика в сданном доме лифты не работают это даже не общага это хуже все в грязи о любимый парнасик и вот здесь смотрите какая красота указателей нет какая красота попа а что лифты не работают вот это друзья не подвал а это первый этаж а здесь тишина и спокойствие а где был гострой надзор спросите вы здесь ремонт дома надо делать причем капитальный ну да здесь ей и место и вот здесь какая красота здесь должна быть трава и пытается отсюда убежать полная разруха и анархия это по мне какая-то солома это уже другая история вот отсюда хочется свалить друзья добрый день я андрей артемов сейчас мы с вами находимся в мурино это второй санкт-петербург на территории ленинградской области в конце прошлого года жилой комплекс материк был сдан от застройщика банкрота петрострой люди ждали свои квартиры более трех лет и давайте посмотрим как сдали этот комплекс вернее даже не целый комплекс а его литеры д е ж если я не ошибся а если ошибся поправьте но тут уже конечно сложилась своя инфраструктура аптеки пекарни ликероводочные огромное количество мусора деревьев нет травы как таковой нет это по мне какая-то солома газонов здесь тоже нет потому что здесь все время паркуются автомобили и когда проектировали этот новый район я честно говоря не понимаю о чем думали люди застройщики понятно думали о свои сверхприбыли о чем думали городские власти честно говоря не понятно такое ощущение что здесь полная разруха и анархия травы здесь по ощущениям не было никогда потому что парковаться негде и люди вынуждены стоять вот здесь на газонах до мусорная площадка где же и еще быть как не на одной из центральных здесь улиц обратите внимание какая красота но и мы видим как вывозят мусор все забито пакетами и вот они уже стоят рядом колхозные поля площадка для выгула собак и господи вот когда здесь люди покупают квартиры я честно говоря вообще не понимаю вот смотрите здесь просто дырень и так ощущение что брюками какими-то и волосами заткнули это просто кошмар искусственный камень самая недорогая отделка везде видим открытые монолитные перекрытия кривое железо вот так выглядит входная группа управляющая компания северная идемте искать заветные литеры чтобы посмотреть как застройщик сдал данный объект ну соответственно конечно такими объектами говорить о том что здесь что-то хорошо это говорит ни о чем вот это обратите внимание жалкое подобие на газон какие-то полудохлые кусты везде сферы для того чтобы не парковались хотя бы на тротуарах доступная среда это когда вы едете к примеру с ребенком с коляской везде можно заехать но здесь поребрик как здесь ее все время нужно поднимать почему все не сделать в уровне честно говоря непонятно детская площадка одна из самых дешевых недорогих жуткие подъемники наверх почему нельзя все проектировать в уровень землей ведь облик комплекса и сам проект согласовывает город друзья и это они ответственны за то что у нас строят вот таких красавчиков вот здесь тоже да вот сделали такой подъемник ну сделайте вы нормальную стакаду где как заезжает машина мне кажется намного удобней нежели чем подниматься здесь бетон уже весь раскрошился и пытается отсюда убежать смотрите как красиво это видно от опалубки остался кусок но его не сняли видно так в проекте но зато рядом станция метро девяткино поэтому здесь и покупают квартиры смотрим внимательно на монолитную плиту да друзья это не искажение ваших мониторов это она такая ровная петрострой умеет строить а где был гострой надзор спросите вы вот и я не знаю где он был вот мы с вами дошли до самого комплекса обратите внимание вот это сдано а вот здесь строить и строить и не видно ни одного строителя и что с этим будет делать город честно говоря непонятно у нас огромное количество контролирующих органов но почему-то все они не видели что застройщик перестал строить не донес деньги до искру щитов и просто пропал надо если обратить внимание за знаете тут может только догадаться что домофон стоит вот здесь поэтому здесь вход есть ручка есть ручка а здесь уже ручку сломали вот от нее части и ощущение что и сломали очень очень давно здесь должна быть трава возможные деревья а здесь обратите внимание подъемник установили тот похоже совсем недавно не успели все заделать грязь мусор открытый утеплитель слушайте здесь даже страшно проходить такое ощущение что это сверху все сыпется и вот здесь какая красота оголенная арматура а здесь мы с вами видим море обратите внимание сколько здесь воды а чтоб строители ножки не замочили когда они сюда ходили вот положили такие камушки молодцы вот видите могут же когда хотят и здесь травы нет кустов нет деревьев нет зато есть вот такая арка и как сюда заходить с ребенком в коляске непонятно его только можно взять и затащить а потом спустить все сделано для удобства людей а вот здесь друзья даже травы нет типа набивное покрытие типа подъемник который вот обратите внимание видно что не так давно установили но почему-то не смогли это все выровнять здесь есть обратить внимание лестничный марш не доходит до фасада нет никакого ограждения а вот здесь есть расстояние это считаю не очень-то безопасно вот то ли трещина то ли вот так сделали и вот здесь тоже он видите зато табличка просто положили ну да здесь ей и место квартиры кстати здесь передавались чистовой отделкой из черновой до подъемники это наше все грязь разруха смотрите как вентиляция сделано просто дырение продолбили и забыли в центре кадра красота молодцы молодцы да и здесь тоже ржавчина все вот валивается куски бетона тут а конструкция торчит трубы ну-ка что в приемке что в приемке говорите то мне не видно смотрите как бережно обернули кран вытеплитель молодцы вот интересно для закладчиков сделано в проекте как считаете а тут бетончик так немножечко утек не туда капец жалкое зрелище тот построит тот чего-нибудь достоит да уж канистры какие-то валяются бутылки вот это плодородный слой с полей а здесь тишина и спокойствие да давно он стоял литер е зайдем посмотрим есть тамбур отделка просто штукатурку сверху нанесли исправили затры все а ремонт квартир закажи здесь здесь ремонт дома надо делать причем капитальный все в грязище вот вы заходите друзья знаете такое ощущение что в подвале большая высота маленькая площадь и вот это все на тебя давит значит разговор это пульт службы связи вот видите это для мчс вот это что такое он не подключен или подключены еще надо что-то в это подпитывать ладно не сняли обшивку я молчу потому что все рассорапают на третьем этаже лифт груза пассажирский на первом здесь понятно сидел скорее всего ключник выдавал ключи либо предлагал ремонт оставил краса на кисточку размокать и вот обратите внимание чем-то вот северный вальс очень похожий проект вот этот убогий подъемник ни к селу ни городу как говорится лестничный марш просто голый бетон не отмытый и вот здесь получается жители первого этажа и я полагаю все в лучших традициях зачем нам все это закрывать мы это все сдали здравствуйте вот это друзья не подвал а это первый этаж сюда не идет лифт и сюда жителям нужно ходить пешком две квартиры без номеров но спасибо хотя бы есть звонки но по мне это какое-то убогое творение и мы с вами видим пожарные датчики заляпанные чем-то краской шпаклевкой или штукатуркой а колпачки снять забыли гори все синим пламенем да господи этот чел реально пугает кнопочка вызова опа а что лифты не работают какой кошмар и что делать придется идти пешком дом то сдали а лифты сдать забыли ну идемте друзья пешком какая красота а девочка то какая обратите внимание металлический уголок все в лучших традициях есть даже окно ничего себе рубирует как тут классно друзья вот эта отделка любой комфорт класс завидует этому дому указателей нет если бы не строители которые или дети написали цифры вот пятый этаж фиг поймешь на каком ты это же да будет свет через дверь на энергоэффективные дома я вот здесь смотрите какая красота тут просто пару сантиметров не хватает мы с вами поднялись на 19 этаж пешком соседние дома кто узнал комплекс пишите в комментариях детский садик но вот все по лучшим традициям панелек дом дом внутри типа двор стоянка для автомобилей сверху шикарный вид на незастроенные поля он любимый парносик все как на ладони видны крыши трубы какая красота высола да здесь их уже кроме вас никто не отмоет угу смотрите тут строители протоптали тропинку темнота аналогично не сняты колпачки здесь просто нет света в новом сданном доме ключи только сейчас начали выдавать на радость жильцам обратите внимание все в грязи такая же убогая отделка на последнем этаже у нас вид как в подвале все в трубах коммуникациях вот такие дырки в стенах но зато есть пожарные рукава и возможно даже здесь где-то что-то и работает здесь уже металлические двери а не картонные как это было в северном вальсе эти как классно это скворечник да не построили похоже а вот еще один любит птичек вот здесь запорная арматура но вот как это все обслуживать честно говоря непонятно большое количество квартир вода я так понимаю подводку сделали сверху здесь именно да вид конечно это даже не общага это хуже никогда нельзя покупать для жизни да и вообще такие объекты сомнительное качество вам обеспечено спустимся вниз на этаж посмотрим что там есть там трубы на или нет и спасибо тем кто пишет и говорит что начали выдавать ключи чтобы все видели как у нас работает госстрой надзор который выдает разрешение на строительство и вот в эксплуатацию зданий спускаемся ниже на этаж тут аналогично смотрите света нет но весь ламп выключателя нет здесь может быть в тамбуре он есть за дверью спрятали и здесь нет здесь зуммер должен быть смотрим 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 но понятно да работает как считаете не дай бог здесь что-то я считаю случится ничего не работает в сданном доме лифты не работают представьте подняться на 19 этаж пешком а не забывайте что у кого-то есть дети да какая-то слушайте разруха вот она слаботочка отключена ну правильно зачем вам пожарная сигнализация в сданном доме зато у нас есть смотка на изоленте ай молодцы какие молодцы дымоудаление ну что тут работает что-то нет а тут все аналогично просто все в грязи не доделано свет не горит но самое главное что в конце года сдали и вам уже выдают ключи и не важно что звонок стоит вот так а не под 90 градусов очень друзья печальное печальное зрелище единственный плюс это близость к станции метро я полагаю что здесь жители в отопительный сезон хлебнут качество от застройщика от тех кто достраивал этот дом но и конечно скажут большое спасибо администрации гострой надзору за то что они выдают разрешение на строительство и принимают в эксплуатацию вот такие друзья объекты конечно здесь сделано все как в проекте на все сто процентов я уверен что голый бетон есть проекте ржавчина сомнительное качество это все уже было заложено в него 15 этаж пошли посмотрим что там но двери не при а здесь есть свет но ничего себе там наверно лампы перегорели но как видите синие колпачки знаете что это защитные колпачки их нужно снимать и у меня сразу вопрос к мчс гострой надзору как гострой надзор мчс принимали эти дома фу здесь знаете такой запах запах пота бухалова о господи что за ванище двери в пленочке это даже не залет это из той оперы когда сдать не забыли а достроить забыли девятый этаж а вот знаете здесь по запаху такое ощущение что то ли здесь жили бомжи а то ли здесь жили строители пока сдавали этот дом и достраивали доводчик делает свою работу он просто не дожимает эту дверь а вы будете дожал будете платить за отопление вот эти в таких домах я понимаю когда делают высокие коммунальные платежи если нормальная управляющая компания то они за эти средства начинают доделывать достраивать и облагораживать такие дома но когда в новом доме у вас тариф под 80 рублей для даже 50 это очень много а много это друзья потому что в новом доме есть на новый дом гарантия 5 лет на конструктив и три года на инженерные сети если что-то ломается по гарантии делает застройщик управляющая компания занимается просто обслуживанием и поддержанием порядка вашем доме лобби у к у нас конечно на очень высоком уровне потому что построить и заработать на продаже квартир в доме это одно а потом доить этот дом всю жизнь это уже другая история с высоты соседнего дома от петростроя этот недострой как на ладони мы видим дворовую территорию где должна была быть детская площадка но дом сдали не детских не спортивных площадок и я здесь к сожалению не увидел но зато грязь разруха и ощущение что дому уже сто лет в обед но вот эти пару секций сдали всего лишь в конце 2022 года друзья обратите внимание что ближайший двор вот он а здесь зато можно детворе лазать по недострою это же так здорово и безопасно и фасад недостроя находится прямо на дороге не знаю как администрация на это смотрит если она здесь конечно бывает и проезжает но даже вид этой дороги у меня вызывает очень печальные впечатления газонов нет здесь вот видите землю как натаскали видно со стройки вот как это все было таки осталось немного вот здесь лишь травы здесь вот сделать могли бы красивый бульвар с деревьями с травкой с кустарником но нет это им не нужно и почему жители молчат я честно говоря не понимаю здесь просто видно что вот в этой грязи паркуются автомобили вот отсюда хочется свалить и никогда больше этого ужаса не видеть берегите себя помните что вы приобретаете квартиры за свои честно заработанные деньги не стоит экономить не стоит кидаться на первый объект который подошел вам по цене нужно ездить смотреть собирать информацию либо обратиться к специалисту друзья рад был вас всех видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи а